Девочки, всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Инна и сегодня в этом видео хочу поделиться с вами новинками, которые появились у меня за последнее время. Кое-что будет немножко из ухода и кое-что немножечко из декоративки. Давайте, наверное, начнем с косметических срез. Первое это от марки Rimmel. Мне прислали на затест их новую тушь Shaker. Перед применением вы должны ее вот так вот встряхнуть и она так довольно странно так звучит, да, вот именно как шейкер. После этого вы наносите и получаете, вуаля, ну лично я получила такие, знаете, странные, немножечко мокроватые, не слипшиеся, но такие натуральные реснички. Такое ощущение, что я вообще почти не пользовалась тушью. Мне вообще не понравился эффект, я не поняла. Производитель вообще заявляет, что эта тушь обогащена кератином и коллагеном. По сути, это, конечно, плюс, да, для ресничек, потому что у меня было как-то давненько, я даже видео такое снимала о том, что в тушь, как я добавляла, да, капельку кератина и это способствует, да, благотворно для ресничек. Но вот именно по эффекту, несмотря на свою довольно густую щеточку, почему-то реснички необъемные, не такие вот, знаете, ну то есть их вообще не видно. Видимо, все же вот такая водно-гелевая текстура, это не мой конек, поэтому, к сожалению, я разочарована, не подошла мне эта новинка никак. Дальше от Буржуа мне прислали вот такую вот лаковую губную помаду в 0,1 оттенке, такой очень сочный летний оттенок. Честно, сначала я его испугалась, но я могу сказать, что почему бы нет, если к определенным таким вот макияжам, можно его использовать. Здесь вот, как обычно, такой вот спонжик, такой скошный, очень удобно, люблю вот у Буржуа вот эти вот спонжики, они классно наносят, аккуратно. Он дает на губы очень такой насыщенный, красивый оттенок, без проблем наносится, равномерно, вообще круто-круто. Единственное, что, как и у прежних, помните, есть там помадки от Буржуа, которые, да, всем известны, Rouge Edition или как они правильно называются, все время не могу выговорить. Вот аромат такой же, вот, идентичный от помадки. Поэтому, если вы любитель, в принципе, не блеска, но и не совсем такой помады кремовой, что-то среднее, я уверена, вам такие лаковые помады понравятся. Дальше, следующие средства, это уже будут от марки NYX, потому что я очень ждала, что они мне пришли карандаши для бровей. Я просто о них мечтаю, о NYXовских, но приходится, наверное, все же самой приобрести, никто мне их хочет присылать. Ладно, все дело в том, что все бы хорошо, но сами оттенки, которые мне прислали этих средств, всех, почти неносибельные для меня, и я не могла их протестировать в полной мере, да. То есть, как бы нанести на себя и ходить бы с этим в течение дня, чтобы понять их стойкость, как ведет себя это все на лице. Поэтому по мере использования вам показываю. Первое, что, конечно, меня очень порадовало, это карандаши для губ матовые. Ну, что говорить, карандаши для губ от NYX, это, наверное, их хит, потому что очень крутые они, мягко наносятся, очень хорошо пигментированные, и плюс, к тому же, подходят как под помаду, так самостоятельно. У меня вот такие вот довольно необычные оттенки, два из них очень темных, я точно их не буду использовать, и два более-менее таких, один розовый и такой сиреневый. В общем, тоже не бы сказала, что мои оттенки, вот поэтому немножко так разочаровалась. У меня давно в хотелках, кстати, от этих карандашей есть определенные цвета, которые я все так и не смогла заказать. Хотела сказать, что если вы проживаете в Москве, внизу под видео я оставлю полный список торговых центров, либо магазина Рев Гош, где представлена продукция NYX. Обязательно посетите, если вы не знали. Дальше, следующее, что меня более-менее так порадовало, это вот такая подводка, лайнер для глаз. В 0,2 оттенке, фиолетовом. Все названия, девочки, внизу оставлю под видео. Посмотрите, какая она такая аккуратненькая, вот, да, мне очень понравилась. Просто легкая, просто безумие с собой вот даже куда-то носить, дорогу вполне можно всегда взять. Очень тонко наносит лайнер. Очень такая тонкая кисточка. Такой вот красивый, насыщенный фиолетовый, немножко даже синевой такой под тоном, но для кори глаз круто. Летом, как самостоятельно, вместо того, чтобы сделать какой-то макияж глаз, даже просто с тушью использовать круто будет. Это меня, конечно, порадовало. По стойкости хочу сказать, что эта подводка, я пробовала ее стирать, смывать. Она, во-первых, быстро подсыхает, очень хорошо держится. Дальше, следующее, конечно, то, что меня просто убило на повал. И, во-первых, по эффекту, во-вторых, по цвету. Это помада с металлическим эффектом. Может быть, многие видели, да, вот такая вот новиночка у них. Слай этот цвет в один слой. Какой насыщенный, пигментированный, мягкий. Все с ним прекрасно. Он очень стойкий в плане, да, тоже еле сатриошь специальным только средством. Но по цвету это неносибельно. Я не могу это протестировать. Следующая четверка теней от NYX. В 0,7 оттенке. В таких сиренево-розовых тонах. Да, как бы я люблю такие цвета. У меня, в принципе, только на Рослик в палетках что-то можно подобное найти. А так, в принципе, вот такой отдельной палеточки с таких оттенков у меня не было. Всегда у меня было в планах что-то такое приобрести. Но по факту, девочки, вот эту палетку я бы, наверное, не могла советовать. Потому что все же для меня это разочарование. Мало того, что тени могут немножко крошиться при наборе. Во-вторых, при передаче теней на века вы не видите той интенсивности. То есть, да, они как-то теряются. То есть, остается от них, то есть, полупигмент, так скажем только. То есть, они вот какие-то такие кризновато-матовые. То есть, делают грязь с этими оттенками. Либо их использовать только по отдельности, моно, либо максимум двое только. Но если вы будете все вместе, то, скорее всего, это получится такая кашица. Грязь немножко непонятная. В общем, не могу я как-то к ним приноровиться. И помню, сделала макияж с утра с ними, потом пришлось все это стереть. А вот тени с металлическим эффектом, вот такая однушечка в таком красивом кирпичном оттенке, меня порадовала. На самом деле, вот этот цвет можно мононосить на глазах и, в принципе, даже в складку для растушевки. Да, сейчас, в принципе, модно такие оттенки. Но не всем они подходят. Единственное, я нормально вам их не смогу показать, потому что они мне пришли вот в таком разбитом состоянии. Это, конечно, меня тоже немножко расстроило. Все же, потому что получать и так минимум средств, еще они такие по цвету не подходят, еще и разломанные какие-то. Но на нашу почту, надеяться, конечно, нет смысла. Поэтому вот так бывает. Я думаю, это я не первая. Плюс к тому же, кстати, девочки, вот эти тени видела. Ковка за кэт как-то хвалила. Однушечки эти. Вот на самом деле, пигментация просто на ура. Сейчас я вам попытаюсь как-то так еще их взять, чтобы мне и самой не запачкаться. Ух, все, сцепится. Надо мне их восстановить. Очень классно ложатся. Просто как масло. Посмотрите, какой металлический красивый эффект. Супер. Вот на лето сейчас классно. Аж переливается. Это вот просто с одного нанесения. Плюс, смотрите, учитывайте на пальце, какой эффект остался. Насыщенности, пигментированности. Очень вам советую вот эти однушки, девочки. Еще вот таких вот два пигмента для глаз. 0,5 и 0,16. Вот такой цвет. Темно-такой сиренево-грязноватый. Очень похож чем-то на Хокс от Мак оттенок. И вот такой пигмент, вот именно синяя такая бирюза. Итак, девочки, переходим к уходу. И недавно у меня появились вот такие вот две новиночки от авторской мастерской Фиталенд Органик. Эта компания разрабатывает и производит натуральные твердое мыло и твердые шампуни для женщин, для мужчин. Там у них большой очень раздел, если вы посмотрите, загляньте на их сайт. На растительной основе с природными компонентами и витаминами. У меня вот мыло на сухом молоке «Корная слеза». Я выбрала себе с натуральным «Мумио». Также не содержит СЛР. Это мыло подходит не только для мытья лица, тела и интимных зон, а также в качестве бритья. Также избавляет от угрей, выравнивает цвет лица, успокаивает, питает кожу и омолаживает ее. И из предложенной линейки я выбрала именно из серии «Скорая помощь» с отваром крапивы для усиления роста волос, для укрепления. Плюс к тому же он подходит, вот этот шампунь, именно для брюнеток, для шатенок. Меня почему-то именно он заинтересовал. Сразу скажу, что стоимость у этого шампуня не дешевая. Если не ошибаюсь, почти 1200, как-то так. Но, девочки, вам хватит его надолго. Он очень экономичный. При этом вот даже с одного применения он очень сильно пенится. Его использовать нужно как маску сначала. То есть, вы его наносите, вспениваете, оставляете на 3 минуты. И после этого смываете и уже повторно наносите, как просто шампунь. Опять смываете. И самое главное, у этого шампуня должен быть период адаптации. 2-3 использования вы должны подождать, пока ваши волосы привыкнут. И шампунь даст именно тот эффект, о котором заявлено. Как-то давненько было у меня дело, я пробовала какой-то твердый шампунь. Честно, не помню, какая марка. И, вы знаете, у меня такие неприятные ассоциации после него остались, что волосы были какие-то иссушеные. Они просто были вот как палки, сухие, тусклые. Но вот с этим шампунем такого не происходит. Мало того, что они более такие объемные, да, становятся. Плюс к тому же они вот просто мягкие. Просто живые, мягкие волосы хорошие. Меня очень привлекло то, что этот шампунь дает эффект чистых волос до 6 дней. Вот, я пока пользовалась только вот именно период адаптации у меня несколько раз. Посмотрим. Я обязательно вам потом в будущем расскажу в пустых баночках в ближайшее время, как. Но я думаю, что надолго его хватит, потому что он очень экономично расходится. Плюс к тому же его можно брать с собой. Вот, поэтому обязательно присмотрите. Снизу оставлю ссылку под видео на их продукцию. И заглядывайте, может быть, что-то и для себя выберите. Недавно со мной связался официальный представитель марки Таи в России. И это испанский профессиональный уход для волос. Используется в салонах, либо для домашнего использования. У них на сайте вы можете найти как вот такие вот наборы, либо средства по отдельности. Девочки, кто пробовал? Это продукция без парабинов, без силиконов. Это, конечно, многие сейчас привлекает. И как бы хочется вроде бы эффекта хорошего, да, такого в волосах достигать. При этом, чтобы более безопасный был состав. Вот, я тут уже всегда приветствую, потому что у нас и так всякая ерунда накапливается в организме. И пользуемся мы, считай, этим ежедневно. Вот такой вот набор, кого интересует, если вы заглядете на официальный сайт, стоит 1429. Здесь шампунь и активная сыворотка. Давайте я вам покажу. У меня именно заявленный набор для объема волос. Я такой выбрала. Для волос склонных к жирности. Вот такой вот шампунь. У меня уже здесь так прилично использовано. Он очень экономично расходуется, девочки. Поэтому не смотрите, что он так довольно дорого. Очень хорошие, мягкие, промытые волосы. Ничего такого сверхъестественного я не увидела. Единственное, что так как я, вы знаете, да, склонна к каким-то таким аллергическим реакциям, либо на какой-то такой состав. У меня бывает даже от шампуней. Могут образовываться в голове такие, знаете, как плямпочки такие больные, да. Такое тоже бывает. К сожалению. Даже от более дорогих. Вот этот вот шампунь видно с того, что вот от его состава, без этих всяких плохих ингредиентов у меня очень хорошо отреагировало. То есть она не пересушенная кожа головы. И вот как-то так все это мягко. Просто вот помыл, забыл и пошел. Поэтому как бы это для меня немаловажный момент. И при шампунях я больше на это сейчас обращаю внимание. Дальше у меня здесь еще в наборе, как я уже сказала, сыворотка для волос. Она для лечения именно жирной кожи головы и для нормализации работы сальных желез подходит. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Она помогает восстановить липидный баланс кожи головы и увлажняет ослабленные волосы. Придавая вот тот самый естественный объем. И вот так вот здесь все это как бы выглядит. Значит, такие вот ампулки. И к ней идет вот такая вот насадочка. То есть вы вот это вот надеваете на флакон и разносите по коже головы. После мытья уже на чистые волосы, после вот предыдущего шампуня. Ничего не нужно втирать, массировать. Так оставляем, не требует смывания. Вот, это как бы такой комплекс вот именно для лечения, для восстановления волос вот именно опять же склонных жирностей. Вот, девочки, буду это все обязательно все доиспользовать. Все также еще вам расскажу обязательно в будущем в пустых баночках. Дорогие мои девочки, если вы какое-то средство из видео пробовали, обязательно напишите внизу свои впечатления. Может быть, порекомендуете какие-то средства, которые вы для себя недавно тоже что-то новенькое открыли. Интересно было послушать, может, какой-то шампунь новый нашли. Потому что, в принципе, вот сейчас как-то все поднадоело, вот это однообразие. И вот подобные какие-то вот эти вот все новиночки я с удовольствием тестирую. Потому что, ну, нельзя, да, пользоваться одними тем, что всегда нужно как-то это все менять. Вот, спасибо огромное всем за просмотр, что были со мной в этом большом, долгом видео. Всех вас обнимаю, обожаю. Всем пока!